Здравия желаю, товарищи зрители, с вами Паша Фриман на связи И у нас сегодня, точнее не сегодня, на днях вышло обновление А сегодня мы будем открывать кейсы этого обновления Называется оно Боги войны, или же на английском Kings of Battle Как обычно, 25 кейсов мы с вами откроем Посмотрим, что там там выпадет, выпадет ли что-то интересненькое или нет Мы с вами узнаем сейчас, буквально, когда будем все это делать Я надеюсь, что этот формат вам нравится, поэтому если это так, ставьте лайки, подписывайтесь Там везде комментарии оставляете, и давайте потихоньку начинать Собственно, как видите, у нас вот они, кейсики Боги войны И еще есть несколько кейсов, которые я когда-нибудь потом открою Но это будет совсем другая история Давайте у нас актуальное обновление Боги войны Богики войны 25 штучечек по классике Открываем потихонечку и смотрим, что-то как Естественно, рама у нас уже проехала первая и улетела мимо Тормози Я не знаю, на чем, на танке, наверное, нет Торнадо и ДС, пилотажная группа викинги нам выпала И камуфляжик выглядит вот так Достаточно красивый, кстати Бирюзово-бело-красный такой флаг 46-20, марин А, это орел Это вот клюв, вот глазик, вот голова Орель сзади, немецкий флаг Цифра К2 в прицеле таком, типа, всем Вот, и цвета такие, типа, серовато-зеленоватые Типа, под лесистую какую-то местность, наверное Ну, симпатичненько, мне нравится, как он выглядит Но, но, сами знаете, на бирже бывают странные моменты с ценниками Бывает нормально стоит, бывает нифига не стоит Сейчас мы с вами посмотрим Да, этот камуфляж, к сожалению, нихрена не стоит 92 по низу рынка цента Полтора доллара и больше по верху Я думаю, что где-то за, ну да, наверное, 1.20 он, наверное, ушел бы, скорее всего Открываем дальше Чё-то пока... Ну, хотя ладно, это первый кейс Вдруг у нас там сейчас три техники подряд выпадет Вот это было бы круто Но такого, конечно же, не будет И нам выпадает во втором кейсе ТК-Х прототип гексагональный камуфляж Второй роты инструкторского корпуса танков Фуджи Выглядит он следующим образом Довольно симпатично Такие гексагончики у нас Плюс какие-то звезда с желтыми полосочками Спереди у нас 95-63-79 Справа что-то еще написано непонятное Выглядит симпатично Тут еще, кстати, наклеечки какие-то сзади Но их тут не прочитаешь Слишком уж мелкие Вот, ну, с одной стороны, ничего особенного С другой стороны, вот для какой-то лесистой местности Смотрится неплохо Лесисто-каменный Он вроде у нас лесной и есть, этот камуфляж Опять же, выглядит неплохо Но биржа все рассудит сейчас у нас 1.65 пониза рынка Больше сейчас предложение за 2.95 Я думаю, что за 2.5 можно окупить Чтобы окупить хотя бы Этот самый Я сказал окупить, окупить Короче, за 2.5 оцениваем Гонзин Коэна Чтобы окупить хотя бы кейсовый ключ От него Так, выдвигаемся дальше У нас тут М109 Но я думаю, что мне, скорее всего, выпадет корабль Нет, нет М109А1 Летний камуфляж Исторически, кстати, написано Это у нас выпало на американскую версию М109 Кстати, прям на днях Выходил обзор на нее И она явно такая Лисистая машина Получается У нас тут какой-то герб О, кстати, скорпион Только он так сильно затерт Его вообще почти не видно Скорпиончик в передней части Циферка 7 На борту башни На корпусе Плюс еще знак есть ПД Д1 С обратной стороны То же самое И тоже скорпион Очень сильно затерт И почти не видно его никак Кстати В принципе, авиацию Хотя нет Авиация, наверное, все равно его спалит Но вот с воздуха Наверное, на некоторых каток Будет найти его сложнее Либо если в тень на ней заехать Можно будет себя немножечко скрыть На дистанции Ну, дешманский камуфляж 42 цента понизу Я думаю, что Ну, 45 центов Наверное, его можно было бы оценить Что не густо, конечно И мы едем дальше Запол какой-то Четвертый, по-моему, камуфляжик открываем Вообще, кстати Не знаю Есть вроде какие-то симпатичные Вот ИСУ вроде неплохо смотрится Змей Горыныч, кстати Это 775 А, он нам выпадает Змей Горынычный объект 775 Он, правда, вымышленный Но я думаю, что это не страшно Вот такенный вот камуфляж С красной звездой На корпусе Номер бортовой 546 Еще такие оранжевые Как бы эти Полосы идут у нас Красивые И с борта башни написано Змей Горыныч И змей нарисован Красота Вот это прям клевенький камуфляжик Правда, рыжий цвет Немножко будет она выделять Как и красная звезда Огромная Но смотрится очень стильно Прям, блин Вот это прям годнота Считаю, что Наверное, один из лучших камуфляжей Этого патча И он, разумеется, дешманский Я думаю, что где-то за 55 центов Мы его оценим Что, как бы, опять же Фигово как-то Слишком Едем дальше Я уже видел Три техники в самом начале Влетели Кстати, мы дожди По приколу Вообще не по приколу Как это По стандартному Моменту Выбить себе наклеечку Так Судя по всему Мне выпадает Либо уже дублер Либо самолет Выпадает дублер Капец Жопа Змей Горыныч еще раз Выпал Просто напомню Что где-то за 55 центов Мы его будем Выставлять Что? О, фиговато Раз Два фиолетовых улетело Три фиолетовых Это что, арта? Китайская Да Китайскую арту Можно было камуфляжик выбить Блин, да ладно тебе Ёпта У нас второй дублер За сегодня ТК-ХП Гексагональный камуфляж Открывать повторно Мы его смотреть не будем Просто напомню Стоимость Где-то 2,5 газинкоина Как я и говорил За окупание Самого ключа от кейса Едем дальше Первый фиолетовый Второй фиолетовый Треть фиолетовый Как много фиолетового Всякого выпадает Мне вообще что-то кажется Блин, все больше и больше Что с каждым новым обновлением Вообще в принципе Не будет новых Каких-то Мега крутых камуфляжей За дофига денег То есть надо сейчас Концентрацию делать На старые кейсы И нам выпадает Sherman M4176V Исторический Италия Декабрь 44-го года Вот такой вот камуфляж Явно пустынный Под песочек сделанный В котором почти ничего нет Какой-то мышки-песчанки Наверное И цифрики 52 спереди И сзади наверное тоже 52 И тоже песчанка Только оно закрыто Вот этой деталью И все А так с виду Просто одноцветный Sherman Не знаю Не знаю Хоть и на исторический Конечно Ну Да Бандерсвейром В 2015 году А цилот ребят Может удивить Это зимний камуфляж Белый Приоритетный Немножко серого И коричневого цвета И выглядит он офигенно По-моему Очень клево Правда наверное зимой Не сильно он будет Скажем так Спасать дополнительно Если бы он полностью белый был Тогда другое дело А так да Пиксельный С знаками Бандерсвейра И все Такой вот тоже Можно сказать Минималистичный Чисто такой вот Практичный камуфляж Если это было бы Реальная жизнь Но War Thunder Это не сильно Думаю поможет Но смотрится Свежо По цене Наверное За Один Газинкоин Я бы его оценил Судя по ценникам Ну пускай будет Один Газинкоин Что-то поделать Открываем дальше Хочу и у нас Опять будут сейчас В минуса уходить Дико Это что у нас такое было СМТ Ах был какой-то Очень красивый Блин Хочу его Блин Корабль выпал НМФ Эмиль Бертин СС Адмирал Лотоуч Тревель Полуисторический Камуфляж на корабль Вау Корабль Техника не приобретена Вау Круто Что-то у меня Какой-то палевный Хотя Это ж корабли Там Не важно в принципе Кислоты Зеленого цвета Ярко-синего Какого-то Бирюзового Белого Черного Много цветов Тут намешано Плюс еще Флаг Франции Что-ли На рубке На башне Точнее Это что за корабль То чей А ну он французский Да все правильно Ну на самом деле Симпатичненький Яркий Радости Тебе дарит Но Не радость будет Тогда когда ты узнаешь Сколько он стоит А слушай Не так уж и плохо Ну хотя нет Все равно говно Короче за 1.70 Газинкоина Будем его оценивать На некоторые танки Даже было дешевле Чем на него Три подряд было И почему оно уехало Мимо Так еще МИ-24 Давай на вертолет Что-ли тогда Да Спасибо МИ-24В ОАП Северной Македонии Необычный Исторический камуфляж Кстати Объединенная авиационная бригада Северной Македонии Вот такой вот у нас МИ-24 Если кто не понял Это Итальянская версия Итальянский МИ-24 Такой прям лесистого Какого-то Болотно-морского Как это не морского Болотного Короче какого-то цвета С небольшими Такими песчаными Вкраплениями Бортовой номер 210 Познавательный Весь его македонский Симпотненько Симпотненько Но Вертолет это вертолет Его камуфляж Не сильно поможет В случае чего Стоит он Где-то за 1.20 Газинкоина Я бы его оценил Плюс-минус В принципе да Не самый плохой вариант Катурбок выпасть Но и далеко не самый лучший Хотя я даже не знаю Есть ли тут камуфляжи Которые прям дофига стоят Может быть их даже и нет Вон на тигрульку Кстати можно было бы выбить еще Да на него и выбили Тигр номер 6 Хищник Сайпана Это у нас японский тигр И выглядит он Следующим образом Явно лесной С небольшими Такими темненькими Вкраплениями Под скалы Японские руклифы На борту О Сзади японский флаг Прям повешен Вот это прикольный Кстати элемент Камуфляжа Когда какие-то есть вещи Стилизованные Под какие-нибудь тряпки Типа сетки И так далее По бортам Как раз ровно сюда И надо стрелять Чтобы боекомплект Там взорвать Так что будет дополнительный Маркер для выстрела Ну а так Немножечко да Немножко обновленный Вроде симпатичный И о Кстати первое Окупание нам Наконец-то пришло Я думаю что мы Оценим его Где-то в 4.30 Газинкоина Что нам Полтора кейса Целлуха купила При том что Кейсов 10 Мы наверное уже открыли Да или Да 10 кейсов Которые ушли в минус Альфа пума С квх и мим Проехали Ё-моё Давай чунить О давай Миг-29г О спасибо Миг-29г Красный 604 Это немецкий Исторический Камуфляж Истребительное крыло Владимир Комаров Первая дивизия ПВО В ВСС Национальной Народной Армии Авиабаза Прешен 27 сентября 90-го года Ох какой красивый Ох какой красивый 64-й номер У нас Немецкий Немецкого флага Цвета На Сзади Получается кабины Немножечко спереди Флаг у нас идет На передочке Вот здесь На этой трубке От приборов У нас число Даже есть 27 сентября 90-го года Немножко Желтенького Такого цвета Основной Такой мотив У нас Лесистый Ну соответственно У нас Бундесверовский Нет не Бундесверовский ГДРовский по-моему Обозначение И Блин он симпатичный Прям весь такой Красивенький Клевенький Не знаю как вам Напишите в комментах Если вам нравится Да кстати Вообще в принципе Не забывайте комментировать Какие камуфляжи вам понравились Какие не очень И по цене он кстати Не супер дорогой Где-то за 2.15 Я бы его оценил Да Пускай будет 2.15 Газинкоина И у нас остается 13 камуфляжиков Еще открыть А может быть даже Машин всяких Что-то кстати Машины нам давно Не падали Так Опять СМТХ Мимо проехала К сожалению И у нас Либо арта Либо ИСУ Так Китайская арта ПЛЗ-83 Летний пиксельный Камуфляж Нуак Народно-освободительная Армия Китая Полуисторический И выглядит он Вот так Бортовой номер 201 Китайский Опознавательный Знак Как всегда Красивый Пиксельный Камуфляж С приятными Цветами Китайцы Любят очень сильно Такие цвета Вот И в первую очередь Он такой немножко дисистый И с ним большими Песчаными Вкраплениями У меня кстати Дергается глаз Не знаю почему Но почему-то Дергается Вот такая вот арта Кстати Не самая лучшая В игре В обновлении вышла Но тем не менее Кстати говоря Он стоит Не самую худшую Где-то Давайте за 250 Тоже окупание Одного ключика У нас с него вышло Нормально Нормально 250 Хотя бы с одного Хорошо пошло Едем дальше Интересно Что у нас Есть ли у нас Что-нибудь еще Более годненькое Триет Симпатично выглядит Хотя в ней Ничего особенного нет Давай риету Змей Горыныч Второй Нет третий Нам третий Змей Горыныч Выпал Да что ж такое Это А блин Нафига Столько дублеров Закидывать Постоянно Напомню Что он будет стоить Где-то 55 центов Вот Повторно смотреть Мы его не будем Открываем Одиннадцатый С конца Кейс Опять фиолетовая Пролетела Всегда фиолетовая Приходит мимо Ё-моё Так Викерс вроде Тоже не супер Сложненький Хотя спидфайер Вроде такой Ничего И нам еще Один дублер ТКХ Гексагональный Камуфляж Еще раз напоминаю Что мы его Где-то за 2,5 Газинкоина И будем выставлять Ну ладник У нас хотя бы Хоть и есть Повторы Но Часть из них Окупает само себя Хотя бы Хотя бы ключи Ладно Оно даже Получается не окупает Надо тогда Дороже продавать Так Ну походу Нам приехала наклеечка Хотя я бы Круфил Что бы хотел Да Наклейка Боги войны Нам выпала Ну и наклеечка Ребята Конечно же Очень красивая Кингс оф батл Две артиллерии Одна М109 Вторая По-моему Китайская Как раз таки Рта И такие желтенькие Мотивы В полосочках Красиво Клево Но Эта наклейка Камон Наклеечка Всегда дешевая Да 17 центов По низ рынка За столько Будем ее выставлять Дороже ее наверное Никто не возьмет В ближайшее время Уж точно Выдвигаемся дальше Все еще Я очень сильно надеюсь На выпадение Какой-нибудь техники Ну конечно Катюша мимо проехала Отлично Слушайте Нам выпал ГДРовский МИГ-29Г Это очень хорошо Хоть иной дублер Напомню вам Что он где-то 2.20 будет стоить Хоть и дублер Но опять же Неплохо Да И 8 кейсов У нас еще Остается Давай нам Что-нибудь клевенькое Вот это Например Кстати что Магах 6Б Нет Блин И еще один дублер Тронады ДС Пилотажная группа Викинги Напомню что он будет стоить Где-то 1 Газин Коин Плюс-минус Наверное Плюс-минус так сделаем И Открываем следующий Блин Что-то сегодня Многовато Дублеров Слишком многовато Надо Мне кажется В каждые Эти кейсы Больше разнообразия Добавлять Больше коммуфтяжей Чтоб меньше Дублеров Было Так Судя по всему Нам выпадает Блин Давай ЗТЗ Лучше Мне кажется ЗТЗ Прикольнее О Спасибо ЗТЗ 99 Цифровой Коммуфтяж Ног У меня по-моему На него как раз Ничего и не было Ой какой красивый Ребят ЗТЗ Смотрите Правда Он ядрёно-зелёный Который бросается В глаза С небольшими Песчаными Вкраплениями Пиксельный Как и написано И с двумя Познавательными Знаками Китая По боротам башни Как обычно Китайцы На дополнительной Надписи Скупятся Только значки Добавляют И всё Вот такой вот Красивый Китаец Кстати Китайцев Советую качать Очень хорошая Нация С хорошими Топами Но я думаю Что он наверное Будет недорогой Подозреваю Я А нет Слушай Нормально Он сам себя Окупает То есть Где-то Уйдёт Я думаю Кстати Шаг не такой большой Но давайте В три Давайте в четыре Его оценим Я думаю Что вот эти Первые уйдут Быстро Потом за четвёрочку Можно будет Его загнать Вот это неплохо Возможно Он просто Более-менее редкий Или просто Красивый Не знаю Там БТР Кстати был Ой Красивый БТР Так 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 Нет Конечно же Мимо проехал И на тебе Дублёр Зачем тебе Ласт 174 Которого у тебя нет На тебе Змея Гориныча Четвёртого Блин Четвёртого Змея Гориныча Мать его За ногу Напоминаю Что примерно 55 центов Он будет стоить Это я напоминаю Если что Сам себе Чтоб потом При монтаже Было проще считать Едем дальше У нас кейсы уже Почти закончились И Мне почему-то Не выпал самолёт А может сейчас Выпадет тигр Давай тигра Давай-давай-давай Нет Он уехал Зараз И мне в любом случае Падает дублёр В этот раз На шарманку Кэмерон Что-то неудачно У нас сегодня Напоминаю Что где-то За 25 центов Мы его будем Оценивать Четыре кейса У нас остаётся Едем дальше Крутим Эту грёбаную рулетку В которую Уже проехало Четыре фиолетовые Машины У нас не выпадает Мика СМТ К сожалению Так это чё Графитовый СТВЛ Давай-давай Его Всё Спасибо СТВЛ Эль Графит Вот это круто Кстати Камуфляжик Вымышленный А камуфляж Крут тем Что смотрите На него Он нахрен Тёмный Он очень Тёмный И можно Притвориться Уничтоженной Техникой По сути У нас очень Тёмно-серый Цвет Который Камуфлировать Его будут В темноте Если против вас Не будет Теплаков И в тенях Вот Можно будет Прятаться Номер У нас 114 789 Ну такой Минималистичненький СШАшный Опознавательный Знак У меня На каком-то По-моему На Абрамсе У меня Подобное Было Абрамс Там Что-то Какой-то Был Похожный Камуфляжик Вот такой Вот ХСТВЛ Кстати Машинка Забавная Достаточно Очень Много Кипиша Скажем Так Наводят В рандоме И Давайте Глянем Ценник Надеюсь Что Из-за того Что он Прикольный Да Отлично Мы Окупили Два кейса С него Потому что Я его Выставлю За 5 10 За 5 10 Газинкоинов Мы его Оценим И у нас Три Заключительных Кейса Остается Что-то В этот раз Я кейсы Намного Быстрее Открываю Чем Обычно Так Давай Лашку Мне все Не хотят Мне лашку Отдавать О Еще Дублер Да Спасибо Снова Наклейка Куда Мне столько Наклейк Девать Я честно Говоря Не знаю Напоминаю Что ценник Будет Где-то 17 Центов Предпоследний Кейс Ребят Предпоследний Кейс И я Что-то Опять Разочаровался Разочаровался В этих Открытиях Кейсов Потому что Что-то Они прям Все более Печальные С каждой Новой Серии Выходят И нам Выпадает М109А1 Летний Камуфляж По-моему Это у нас Еще один Дублер Совершенно Верно Это еще Один Дублер Показывать Мы его Еще раз Не будем Напомню Что где-то За 45 Центов Мы его Будем Выставлять Я теперь Понял Почему у меня Сегодня ролик Быстро зашел Потому что Смотрите Два Камуфляжа Три Камуфляжа Раз Два Это Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Дублеров То есть у нас Половина Выпала По два Раза Просто капец Сегодня Просто отвратительная Статистика По открытию Кейсов Прям Прям Разочаровался Я Поэтому Поставьте лайк Пожалуйста Вы меня так Хоть как-то Поддержите И комментарий Тоже Оставьте И Одиннадцатый Одиннадцатый Повторный Камуфляж Тигр Номер Шесть Хищник Сайпана Или Сайпая Наверное Скорее Напомню Что стоит Он Где-то Четыре с половиной Годзин Коин За столько Я его Навыставлю Что Довольно Неплохо Но все-таки Это опять Повтор Ну что ж Товарищи Зрители На этом Наше Открытие Кейсов Нового Обновления Боги Войны Закончено Оно Было С одной Стороны Интересно Все-таки Надеялся На какую-то Технику С другой Стороны Блин Такого Количества Дублеров Я что-то Не припомню Когда у меня Было Последний раз Было ли у меня Вообще Столько Но Это Неважно Мы Смотрим Как идет По факту По факту Было Вот так Соответственно Стоимость Сколько там Потрачено Сколько Отбилось В кавычках Конечно же Вы видите У себя На экранах Я надеюсь Ролик вам Был Интересен И он вам Понравился Так что Оставляйте комментарии Лайки Подписывайтесь На социальные сети На бусте В ранний доступ В общем Все ссылки В описании И моей Периферальной ссылкой Не забывайте Пользоваться Она вам дает Небольшую скидку И блогерскую наклейку Мою в подарок А с вами был Паша Фриман Всем удачи Счастливо И пока Пока